Добро пожаловать в наш летний интеллектуальный телевизионный лагерь. Два матча уже состоялось. Играли у нас лидеры, играли у нас участники других оздоровительных лагерей. Сегодня у нас в гостях участники оздоровительного и интеллектуального лагеря при гимназии имени Ян Купалы из Мозыря. Команда Ксении Буглак. Вот они какие красавцы. Ну а противостоит им великолепно сыгравшая в прошлый раз команда Миланы Картузовой. Это команда лидеров. А как правильно это произносится? Оздоровительный лагерь лидеров ученического самоуправления. Вот как все серьезно. Я Леонид Климович. Мы начинаем эрудить пятерку при поддержке телерадиокомпании «Гомель» и «Гомельского областолкома». За что низкий им поклон. Играем! Начинаем мы с нашей традиционной блеф-игры, с традиционной «Донетки». То есть нужно просто выйти, нажать на кнопку и честно глядя в камеру сказать либо да, либо нет. Но сделать это быстро. Ксения Буглак, капитан команды «Мазырян». Кто у вас рискнет? У нас пойдет Полина. Прекрасно. Милана Картузова, капитан лидеров. Кого отправляете в бой вы? Я хотела бы отправить самую быструю девочку из нашей команды – Алину. Ну, вперед тогда. Итак, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Полина против Алины. Играем. Верите ли вы, что географическая широта не может быть больше 90 градусов? Алина? Не верю. Зря проскочите вы мимо Северного полюса. Там широта 90 градусов. Играем. Верите ли вы, что повесть «Нос» написал Николай Васильевич Гоголь? Прошу. О, нет, не верю. Господи. А что же он написал тогда? Одного Вия? «Нос» – это из петербургских повестей. Играем дальше. Верите ли вы, что… Ну, тут автомобили, тут ближе вам. Что ручной тормоз еще называют стояночным. Прошу. Верю. Да, ну, наконец-то. Первые пять очков в актив Мазырян. На стоянке затягивают ручной тормоз. Желательно не рывком. Оборвете все. Продолжаем. Верите ли вы, что древнегреческого бога любви звали Амуром? Прошу. Нет, не верю. Да, древнеримского звали Амуром, а греческого звали Эротом. Браво, браво, Полина. Верите ли вы, что лошадь Пржевальского – это, я извиняюсь, порнокопытная? О, да, верю. Ребятушки, порнокопытная – это свинья, когда торчат два этих самых. Или верблюд там. А лошадь Пржевальского – это нормальная лошадь. Какие там парные копыта? 10-0. Дуэль игра, вперед! Темы, 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 темы дуэль игры. Прослушайте и решите, кто какую тему. Вот даже Милана уже обзавелась ручкой и бумагой, чтобы это все записать. Прекрасно. Итак, темы. Борода. Ну а дальше пошли по частям лица. Глаза, усы. Третий бой. Четвертый бой – лапы. И пятый бой – хвост. Вот такие у нас смешные летние темы сегодня. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую из них на себя готов взять. Поехали! Петербург, 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 Петербург. Ой, какой братан. Итак, лидеры справились быстрее, интеллектуалы еще продолжают думать. Но, тем не менее, я обращаюсь к Ксении Буглок. Ксения, такая бородатая тема. Кто рискнет? У нас все еще играет Полина. Полина, это ваш второй и последний выход. То есть отработали, дали команде все, что могли. И отдыхайте, так снисходительно поглядывая. Вот я вам принесла столько-то очков, а вы мой задел испортили. Милана, кто у вас? Мы хотим отправить человека, который хочет стать похожим на ведущего, с такой же прекрасной бородой. Ильюшу. Хорошо. Итак, Полина против Ильи. Вперед. Этот царь беспощадно рубил бороды боярам. Прошу. Петр Первый. Петр Первый, он же Петр Великий. Отлично. Играем. А этот пушкинский герой отрубил в бороду волшебнику Черномору. О. Это был... Ну. Как же звали его? Ну. Это был Иван Царевич. Иван Царевич, понятно, типичный пушкинский герой. Полина, читайте Руслана и Людмилу. Это был Руслан. Произведения этого жанра народного творчества бывают бородатыми. Прошу. Это анекдоты. Анекдоты, да. Эдвард Тич по прозвищу Черная борода был знаменитым. Кем? Он был пиратом. Прекрасно, Илья. Ну и заканчиваем. Борода имеется не только у людей. Ее носят еще вот эти милые домашние травоядные. Прошу. Козлы. И это правильный ответ, конечно же. Великолепный ответ. Ну что ж, достойные соперники. 20-10. Полина сделала для команды все, что могла и отправляется отдыхать. Следующий бой. Ксения, смотрите мне в глаза, потому что тема глаза. Итак, кто у вас с глазами? Нас попробует Маша. Ну что ж, Милана. В первую очередь, когда я вижу человека, я смотрю на его глаза. Поэтому я их уже подробно изучила и думаю, я смогу справиться. Понятно. Вперед. Маша против Миланы. Играем. В высоком штиле по этой пушкинской поры, например, глаза называли так. А называли они их очи, ну еще иногда отверзлись вещи зеницы, как у испуганной Алисы. Ну, зеницы – это зрачок. Теперь вы это знаете. Играем. А так называются врачи, которые лечат нам глаза. Фальстарт Милана, фальстарт нервы. Не выдержали. Маша, наверное, вы знаете, как называются эти врачи. Офтальмологи. Офтальмологи – это правильный ответ. Играем. Ее глаз или его глаз – это область самого низкого атмосферного давления. Упаси бог морякам туда попасть. Глаз бури или глаз урагана – центр, где… О, нехорошо. Продолжаем. Формула победы этого генералиссимуса – быстрота, натиск, глазомер. Прошу. Возможно, это Кутузов. Мимо. Маша. Не знаете. А был еще Суворов у нас такой Александр Васильевич, афористичный. Кутузов не писал афоризма, а вот Суворов старался. И заканчиваем. Это блюдо из яиц, напоминаю, тема «глаза». Называют любимой едой холостяков и студентов. Глазунья. Ее на глазунья, вы правы, да. А у нас следующий бой. После глаз мы переходим к усам, лапам и хвосту. Вперед. Итак, усы, лапы, хвост у нас остались в дуэлигре. Ну, усами пошевелим, принюхаемся к воздуху. Кто у нас в тени на усы пойдет? Наверное, пойду я. Так, с усами. Хорошо. Сами с усами. Говорят. Милана, кого отправляете вы? Алина намотала себе на ус информацию и идет отвечать. Великолепно. Вперед. Синие против Алины. Вот за это из пяти чувств отвечают у кошек усы или вибриссы. Прошу. Я думаю, что за осязание. За осязание, да. А они ими как бы ощупывают воздух. Известно фото этого художника-сюрреалиста с усами в виде знака бесконечности. Сальвадор Дали. Великолепный ответ. Старину из усов этого, так сказать, морского млекопитающего готовили пружины для диванов, делали щетки, вера и даже ладили женские корсеты. Что же за морское млекопитающее такое? Кита. Китовый ус. Великолепно. Осатый-полосатый. Стихи маршака об этом домашнем любимце. Точный ответ, пожалуйста. Прошу. Котик. Увы. Я рыдаю вместе с вами. Рыдаю-рыдаю, Алиночка. Ксения, жать будете? Нет. Без штрафа. Принесла ему редиски. Отвернулся он от миски. Принесла кусочек сала. Говорит, котенок. Мало. Вот какой глупый котенок. Котик и котенок немножко разные вещи. Я должен показать, что я строгий, но справедливый ведущий. И заканчиваем. Окончание ус. Характерны для слов второго и четвертого склонения этого древнего языка. Русского. Боярус, царус, приходилус. Понятно. Может, вы вспомните какой-то древний язык? Старорусского. Старорусского. Понятно. Понятно. На самом деле это латынь. Теперь вы это знаете. 35-20. Подсократила Алина отставание от наших музовских индиктов. А у нас следующий бой. Вперед. Усы были. Остались лапы и хвост. Кто возьмет ведущего за лапу, не давая ему на лапу при этом? Пойдет в лад. Лад даст мне лапку. Хорошо. Милана. На мягких лапах крадется и догоняет соперника. Настя. Итак, Влад против Настей. Вперед. Настя. Влад опасный соперник. Так что. Хорошо. Их лапы, часто украшенные игрушками. Фальстарт у вас, Влад. Я разговариваю с Настей. Изображается на многих новогодних открытках. Это еловые лапки. Еловые лапки. Вот так весело по новогодним играет. АПЛОДИСМЕНТЫ Гусиные лапки можно увидеть у часто улыбающихся людей. Например, у меня. Возле чего? Да. Возле глаз. Возле глаз. Это правильно. Ответ морщинки в угла глаз. Брокеры, которые играют на бирже на понижение акций, получили название от этого зверя. Потому что, наверное, он бьет лапой вниз. Ну что за зверь такой страшный, российский? Медведь. Медведь, конечно же, да. На бирже быки, которые играют на повышение, поднимают на рога. И медведи, которые бьют лапой вниз. Продолжаем. Согласно морскому энциклопедическому словарю, они бывают даже трех- и пятилапые. Ну, обычно их бросают. Прошу. Якорь. Молодец. Это якоря, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ О чем иносказательно говорят? Дать на лапу. Прошу. Дать взятку. Отличный ответ. 50 у Мазырян, 30 у лидеров. Единственное, чем я могу прокомментировать последний ответ Насти, как говорят в других предачах, не пытайтесь повторить это на себе. Взятка – это плохо, взятка – это коррупция, взятка – это тюрьма. Напугал? Следующий бой. Ну что, кто там остался для хвоста? Кто в хвосте у нас игры идет? В хвосте у нас идет Катя. Катенька, приготовьтесь. Милана. Держит хвост трубой. Оптимистичный Иван. О, вперед! Катя против Ивана! Вперед! Катя! 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 Итак, хвост. Именно она нашла потерянный осликом Иа-Иа хвост. Фальстарт, Катя, фальстарт вы нашли. Иван. Сова. Сова – это правильный ответ, да. Сова нашла хвост. Ее хвост, состоящий из пыли и газов, может достигать длину сотен миллионов километров. Комета. Прекрасный ответ. Ведь не только Иван сказки знает, но еще на небо иногда поглядывает. Позицию под названием «рыбий хвост» иногда занимают спортсменки в этом виде спорта. Плавание. Какое? Спортивное. Все? Да. Спасибо. У Кати есть шанс. Фигурное плавание. Фигурное плавание. Нет такого вида спорта. Синхронное плавание точно называется. Ну что ж, увы, увы, увы. Продолжаем. Благодаря своему удлиненному хвосту он известен как самая красивая птица среди курообразных. Павлин. Павлин, мавлин, да. Усы, лапы и хвост он называл своими документами. И Катя вывела кнопку. Да, Катя. Кто? Кот матраски. 55-45. Разрыв усилиями нашего потрясающего Ивана сократился до 10 очков. А у нас с вами тест-игра. Вперед! Ну раз были у нас усы, лапы и хвост, то тест-игра будет исключительно о документах. Кто разбирается в документах? Ну, придется разбираться Катя. Катя разберется сейчас с документами. Ну, я тогда же догадываюсь, кого вы припасли на риск игру. Милана. У нас нет человека, который разбирается в документах, но у нас есть человек с хорошей интуицией. И это Ваня. Это второй выход Ивана. Ну что ж, вперед. Катя против Ивана. Вперед. Катя! Вот чувствуется, что лидеры уже освоили методы психологического давления. Раз один раз Иван обидел девочку, значит, девочка его будет бояться. Не так-то было. Катя у нас не из таких. Играем. Паспорт в Беларуси выдается А в 14 лет, Б в 16 лет, С в 18 лет. Иван. В 14 лет. И это правильный ответ. Плюс 10 вы сравняли еще. Кстати, в мои времена паспорт в 16. Сейчас раньше. Поехали. Документ о рождении. Некогда называли. А. Рубрика. Б. Метрика. С. Паприка. Катя. Б. Б. Метрика. Вы правы. Плюс 10. В декларации 4 июля американские колонии объявили о независимости. А. От Великобритании. Б. От Франции. С. От Испании. Иван. А. 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 Это вы разгоняете, чтобы дальше сказать или даете ответ? Хорошо. А. Будем считать, что от Великобритании. Да. Это были британские колонии. И стала страна Соединенные Штаты Америки. Играем. Документальный фильм «Обыкновенный фашизм» снял режиссер. А. Сергей Герасимов. Б. Михаил Ром. И С. Никита Михалков. Иван. С. Никита Михалков. Прошу вас, Катя. А. 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 Сергей Герасимов. А на самом деле, обыкновенный фашизм – это Михаил Ром, обличающий фашизм, обличающий нацизм, гитлеризм. Великолепный, но очень мрачный фильм. Продолжаем. Детский правовой сайт в нашей стране расположен по адресу а. ток.право.бай, б. мир.право.бай и мир.дружба.бай. Да? Б. Это что такое? Ответ. А, ответ такое. Хорошо. А по какому адресу сайт искать? Мир.право.бай. Мир.право.бай, да, запомните это. Можете зайти на сайт мир.право.бай и разобраться, нарушаются ли права ребенка в нашей студии, когда один ребенок опережает другого ребенка. 75-65, лидеры впереди. Следующий бой. Слайд-игра. Слайд-игра, слайд-игра, слайд-игра. И снова мы, раз усы, лапы, хвост, не могли обойтись без документов. Вот сейчас на экране будут появляться разные, разнообразные документы. Все это документы, это четко проверено. И вы будете разбираться, что же там, собственно, изображено. Экран у нас большой, красивый, яркий. Вот, ну вот красиво и ярко вам нужно будет сыграть. Ксения, кто красиво и ярко сыграет сейчас? Ну, постараюсь я. Я так и думал. Милана. Кто? Я хочу отправить Настю. Куда? Смотреть картинки и отгадывать. Хорошо. Итак, Ксения против Настей, вперед! Настя! 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 Ничего сжать не надо, единственное, вовремя повернуться и красиво сказать в микрофон. Хорошо? И ярко. Получится ли у вас правильно, я не знаю. Итак, начнем мы с выигрывающей пока страны. Настя, первый слайд. Это паспорт гражданина Америки. Гражданин Штанов. United States of America. Плюс 15 очков. Отлично. Настя, а что перед вами? Я думаю, что это диплом по окончанию университета. Да, это диплом о высшем образовании. Плюс 15. Играем. Настя. АПЛОДИСМЕНТЫ Это телеграмма? Телеграмма тоже является документом. Да, вы правы. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ксения, слушаю вас внимательно. Я думаю, что это водительские права. Да, водительские удостоверения. Хотя иногда и называют правами. Устаревшие. А по-французски это звучит Permis de conduire. Настенька, поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Это военный билет. Что вы говорите? Прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Это медицинская справка. Медицинская справка. Даже точнее, чем я ожидал от вас. Великолепно. Настя, играем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Это трудовая книжка. Великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ксения, для вас. Я думаю, что это завещание. Увы, это не завещание. Тихо, тихо, тихо. Ну, я, естественно, должен. Настенька, прошу. Я думаю, что это письмо. Письмо тоже является официальным документом. Браво. Плюс 10 на подборе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Настя. Это документ. Документ, несомненно. По которому выдают орден. Как он называется? Он называется Ординариум. Ординариум. Увы, может быть, Ксения знает. Может быть, это профсоюзная книга? Да нет, это именно... Вот если бы ваши ответы сложить вместе, получился вы правильный. Профсоюзная книжка. Это орденская книжка. Вот у меня есть медаль, это просто удостоверение. А если бы не был орден, была бы орденская книжка. Теперь вы это знаете. И последний слайд для Ксении. Ну, нужно подумать. Это удостоверение президента? Да, это удостоверение президента. Вот какое оно оказывается. Отлично сыграли. И я хочу вас обрадовать, что благодаря усилиям нашей Ксюши, разрыв не очень увеличился. 125 у мазырян, у интеллектуалов, у лидеров 145. Вот если бы Настя не опознала трудовую книжку, это был самый сложный слайд, без надписи, просто по распечаткам, по записям, чтобы был равный. А так 125, 145. 25, 20 очков разрыва. Играем. Оздоровительный интеллектуальный лагерь при гимназии Янг Купалы города Мозыря против оздоровительного областного лагеря лидеров ученического самоуправления. Риск игра, игра с минусами. Ксения, Ксения Буглак, я даже знаю, кого вы отправите в бой. Владислава. Владислава, я угадал внутри себя. Милана, кто у вас идет в бой? Игра с минусами, а мы хотим отправить человека положительного, Илюшу. Хорошо. Итак, Влад против Ильи. Вперед! Риск игра, правильный. Плюс 20, неправильный. Минус 20. Начнем. Тема борода. Революционеры этой страны поклялись не сбривать бороды до полной победы. Минуса боимся. Бород не сбреем, пока богачей не прогоним. Барбудос, Фидель Кастро и его друзья. Это Куба. Теперь вы это знаете. Играем. Глаза. Его око видело все в Мордоре и его окрестностях. Да. Это Саурон. Око Саурона. Плюс 20. 125, 165. Опять, да, это отрицательный персонаж Толкиновской трилогии знаменитой про Властелина колец. Отлично. Играем. Усы. Хотите польстить усатому? Срифмуйте. Усы удивительной... Да. Удивительной красы. Великолепно. Усы удивительной красы. Лапы. И хитрого человека. И эту домашнюю птицу могут презрительно обозвать лапчатый. Опа. Лапчатый гусь. Гусь лапчатый. Потрясающе. Три из четырех. И заканчиваем. Хвост. Если они не избавляются от хвостов после экзаменов, их могут и отчислить. Это студенты. Влад, что с вами? Не ваши вопросы. Понятно. Ну что ж, блестящая, блестящая победа. Лидера. Илья едва не повторил подвиг легендарной Алины Трубчик из Светлогорска. Она брала 100 из 100. Он взял 80 из 100. Илье. Илье, наши аплодисменты. Даже противники вам аплодируют. Я хочу немножко воодушевить проигравших Мозырян. Ребята, за вас отомстят. В следующей игре мощная команда Мозыря, постарше из того же лагеря. И я думаю, это будет достойный соперник нашей, пока не имеющей поражений в нашем летнем интеллектуальном телевизионном лагере, команда. Ну а почему нет поражений? Да пусть все очень просто. Они ведь смотрят «Рудит пятерку». А если смотрим «Рудит пятерку», то получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова